Итак, уважаемые телезрители, долгожданный финал в этом фессе, поскольку у двух претендентов на золотую медаль тоже своя армия поклонников, поэтому этот финал тоже многие ждали. Миржан Аширов, Жамбылская область, на ваших экранах. Ну а чуть раньше появился в зале его соперник, представитель города Алматы, Куаныш Дисенкул. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, это третий финал. На кону третья золотая медаль. Сегодня заключительный день, первенство страны. 125 килограммов Юсуп Батырмурзаев, 61 килограмм Асал Айтакан. Ну и вот теперь 70 килограммов. Куаныш Дисенкул или Миржан Аширов. Именно они сейчас оспорят главную награду в своей весовой категории. Сбивает захват Аширов. Понятное дело, что на первых минутах будут осторожничать. Вот именно в первом периоде. Но во втором периоде уже будет не до этого. Если, конечно, у кого-то из спортсменов не будет солидного преимущества. Пока сложно. Первая минута просто прошла в такой манере, в таком темпе. Просто передергиванием. Но без активных именно атакующих действий. Очень вязко. Никто не хочет раскрываться. Понятное дело, болельщики просят рисковать. Идти вперед, конечно, это в первую очередь для зрелищности. Но каждый из спортсменов сейчас прекрасно понимает. Если поторопится и допустит ошибку, то потом ее будет сложно исправить. Так, все-таки синему. Спортсмену в синему сейчас. Activity Time. Назначает судья. Напомним, что Activity Time выдается исключительно в целях, чтобы спортсмен начал более активно действовать. Но мы еще раз отметим, даже в сегодняшний день спортсмен, которому было назначено Activity Time, практически не проводили атаки. Но, возможно, и связано это с тем, что еще достаточно времени. А вот если в концовке, за минуту до окончания поединка, совсем, наверное, будет по-другому. Ну, пока что у нас, да, выходит вперед Хуаныш Дюсимкул. За счет не реализованного Activity. Но здесь ногу забирает. Хуаныш Дюсимкул подбивает ногу. Ну что, здесь попытаться, может, все-таки захват спины и выполнить бросок. На краю ковра сейчас ждет судья, когда он до конца выполнит активное действие. Но здесь максимум, да, два балла. К сожалению, дальше не получилось у него. Пытается здесь ногу поджать своего соперника. Так, и сейчас судья вынужден, да, поднять двух претендентов на первое место. Пока что 3-0. Аширов уступает. Но у Аширова еще впереди второй период. Вот есть захват. Но что вот с этой позицией? Нет. Отсюда ни в коем случае не будет рисковать Аширов. Да и позиция пока что не располагает, да, для броска. Поскольку очень плотно занял оборонительную позу Хуаныш Дисимкул и Миржан Аширов вместе с соперником уходят на перерыв. Да, очень плотно. Несмотря даже на то, что сейчас на табло 3-0 и, казалось бы, имеет преимущество спортсмен из города Алматы. Все-таки это еще не конец, поскольку даже при счете 3-0 вполне может Миржан Аширов вернуться, так скажем, да, в борьбу. Но для этого ему нужно счет сравнять. Итак, второй период стартовал. Это финал, уважаемые телезрители, 70 килограммов. Лисовая категория. Кому достанется золото? Представителю города Алматы или Жамбылской области. Совсем скоро это узнаем. Нужно, нужно Аширову рисковать. Раскрываться, 3-0 уступает. Ну а посмотрим, как будет... ...на контратакующих действиях работать Хуаныш Дисимкул. Так, пока что мы видим красному, да, красному все-таки сейчас... ...активити тайм. Нет, пока что устно, пока устно, но уже намек понял. Хуаныш Дисимкул. Очень сложная, очень вязкая борьба сейчас на ковре. По-другому быть не может. Не отпускают руки друг друга. Все это фиксируется. Даже не позволяют, да, друг другу встать на две ноги, выпрямить корпус. Но эта позиция будет опасная. Все-таки красному активити тайм, да. Ждали судьи, ждали рефери. Но это хорошая возможность счет сократить. И чтобы счет стал 3-1. Ну или, возможно, Хуаныш Дисимкул сейчас проведет все-таки атаку с результатом. Полторы минуты. Да, тренер с двух сторон все-таки ногу забирает. И это очень опасно может быть, если сейчас... Нет, ноги не фиксируют, продолжает все-таки корпус. Все-таки будет пытаться поднять. Убегает, убегает соперник. Но ничего из этого не получается. Правда, 3-3. 3-3 за минуту и 6 секунд до конца. До сих пор непонятно, да, кто же все-таки окажется победителем. Но сейчас по последнему активному действию Мейержан Аширов из Жамбылской области. Претендент на золотую медаль. Целая минута впереди. Это очень много. Для нас сейчас эта минута пролетит незаметно. Но для спортсменов на ковре это целая вечность. Да, смотрит Дисимкул на табло. Понимает он, что ситуация не в его пользу. Тянет Аширов вниз соперника. Попытался вниз его потянуть. Не удалось. 35 секунд. Тоже много. А вот и ногу забирает. Это опасно. Опасно может быть. Тут же... Руку фиксирует соперник Аширов. Ну а здесь на краю, на краю ковра. И здесь соперники смотрят не друг на друга, смотрят на судей. Готовы представители города Алматы запросить челлендж, поскольку не согласны они с тем, что судья ничего не назначил здесь. На краю ковра. Все-таки, все-таки челлендж. Если челлендж будет проигран, то еще один балл добавят Аширову. Но, возможно, здесь уже от безысходности, да, 18 секунд, и все-таки не решался наставник шимкенского спортсмена, пардон, спортсмена из города Алматы, все-таки бросить. Да, вот сейчас нам его показывают крупным планом. Решался, да, какая-то была пауза, бросить, не бросить. Попросить, не попросить челлендж, но все-таки попросил. Вот здесь судья долго наблюдал на краю за происходящим. Но, по сути, здесь, да, представители Хуаныша, Дюссенкула просят балл за то, что выбил соперника за пределы ковра. Но рефери здесь никак не отреагировал. Он просто... Да, балл все-таки дают спортсмену в синем. Челлендж проигран 3-4, 18 секунд. Ну что, в любом случае, если бы даже не этот челлендж уступал Хуаныш Дюссенкул, и в любом случае ему нужно атаковать. Но уже 9 секунд сбивает захват соперник. Выполняет захват, но там, но там уже время на табло истекло. К большому сожалению, к большому разочарованию всех поклонников Хуаныша Дюссенкул. Ну и лично для него самого не удалось в концовке все-таки удержать. Вел он со счетом 3-1 и был, так скажем, ближе к победе. Но в концовке все изменилось. Сперва счет стал 3-3 по последнему активному действию. Миржан Аширов вышел вперед. Затем сторона Хуаныша Дюссенкула запросила челлендж. И этот челлендж не был оправдан. И бал за это присудили Миржану Аширову из Жамбылской области. Итак, друзья, Миржан Аширов весовой категории до 70 килограммов становится чемпионом страны. Чемпионом Казахстана 2024 года.